Деятельность Владимира Кубиевича, Кость Панькивского и прочих немецких агентов не ограничивалась только поставками пушечного мяса для дивизии СС Галичина. Не менее усердно потрудились главари УЦК и состоявший для особых поручений при губернаторе Вехтере украинский националист Евгений Храпливый по чести отправки украинского населения в Германию для работы в трудовых лагерях и на военных заводах. 13 мая 1942 года немецкое командование отдало приказ об обязательном государственном труде. Согласно этому приказу была составлена особая разверстка, по которой немецкие арбайтсамты на местах, в том числе и в Западной Украине, должны были послать в Германию определенное количество рабочей силы, преимущественно молодых и сильных мужчин. Одни арбайтсамты не смогли справиться с этой задачей. Население Западной Украины всячески уклонялось от мобилизации. В дело вмешалась жандармерия. 6 августа 1942 года комендант жандармерии дистрикта Галиция Шертлер издает приказ, в котором предписывает чиновникам жандармерии бросить все силы на отправку рабочих в Германию. 6 параграф приказа гласил «Последним днем в вербовке рабочих назначают день 11 августа 1942 года. В случае, если по списку не окажется всех рабочих, для пополнения недостающего количества взять других, невзирая на пол». Приказ Шертлера не нуждался в комментариях. По всей Западной Украине, так же, как и на других территориях Украины, оккупированных гитлеровцами, появились огражденные густыми рядами колючей проволоки огромные лагери, сборные пункты для рабочей силы, отправляемые в Германию. Началась в буквальном смысле слова охота на людей. В одном только маленьком городке Еворов в северо-западнее Львова было захвачено и вывезено на работу в Германию 2500 человек. В районном центре городок – 2569 человек. Но и эти цифры показались гитлеровцам недостаточными. После разговора по телефону с Франком губернатор Вехтер вызывает к себе руководителей Украинского центрального комитета Кубиевича, Беляка, Навродского и предлагает им любыми способами помогать официальным органам губернаторства в этой весьма важной для Рейха работе. Старые и молодые дельцы украинского национализма рады стараться. Их органы печати начинают в своих статьях изображать Германию раем для украинских крестьян. Там, где они не только заработают кучу денег, но и приобретут необходимую культуру для ведения своего собственного хозяйства. При помощи националистов гестаповцы и украинские полицаи силой заталкивали юношей и девушек в товарные вагоны, пломбировали двери и мелом писали «Nach Deutschland» в Германию. Когда Вехтер устроил проводы 300-тысячного рабочего, едущего в Германию, украинские националисты во время этой циничной церемонии усердно хлопали в ладоши. А их орган «Львовские вести» демагогически назвал вывоз украинцев на чужбину, на немецкую каторгу под бомбы английской и американской авиации, мобилизации сердец. Из Германии в родные села шли печальные вести о гибели сотен украинцев на подземных заводах и строительных работах. Домой сотнями возвращались калеки, без ног, рук, слепые, оглохшие навсегда. Девушки, подвергшиеся насилию, приезжали беременные, опозоренные. Все в один голос проклинали провидно Кафаун за их обман, за торговлю живым товаром. Те, кому предстояло не сегодня-завтра подвергнуться подобной участи, скрывались в леса. Украдкой по ночам они навещали свои семьи, заглядывали на минутку-другую в родную хату. Многие галичане прекрасно помнят, что в инструкциях, специально изданных для отправляемых на работы в Германию украинские националисты, рекомендовали и там разжигать ненависть к Москве, не забывать о великой идее самостийной Украины. Украинский крестьянин, прикованный к тачке на постройке подземного авиационного завода, падал от изнеможения, но надсмотрщик украинский фашист и здесь не оставлял его без своего внимания. Стараясь напичкать сознание несчастного ненавистью к Москве, к советской власти сказками о будущей самостийной Украине, он тем самым выполнял прямое задание гестапо – отвлечь внимание невольника от главных и единственных виновников его тяжелой доли. Продолжение следует...